Приветствую вас! Мне бы хотелось начать свой ответ с такого небольшого пояснения вам. Вот вы спрашиваете, может ли психолог увидеть в тексте сведения, порочащие честь и достоинство, деловые качества тех, против кого написан текст. Как бы формально, это действительно так. То есть действительно психолог может проанализировать текст и увидеть, в нем есть какие-то сведения, которые негативно выставляют людей, которые фигурируют в тексте. Но момент заключается в том, в чем? Момент заключается в умысли человека. То есть и для суда, и для психологического результата важно отношение человека, автора текста, к самому тексту, который был написан. То есть хотел человек распространить сведения, порочащие честь и достоинство и деловые качества. Хотел ли он реально это сделать? Или у него, например, это получилось, допустим, случайно? И имеет ли реальные сведения, реальные вещи, написанные в тексте, отношение к, собственно говоря, самому человеку? То есть нужно понимать, что сам человек может видеть в тексте для себя что-то негативное. Но в действительности тот, кто писал текст, мог совершенно не хотеть и не желать оскорбить человека. То есть тот, кто читает, видит сам то, что его задевает, а о причинах того, что задевает, еще можно разговаривать. Понимаете? Поэтому, как бы, я думаю, что безусловно психолог может проанализировать то, что говорится в тексте. Психолог может дать оценку текста. Психолог это сделать может, действительно. Но, я бы хотел, чтобы вы не забывали о том, что субъективная сторона в этом вопросе чрезвычайно важна. Может быть так, что там, где вам видится, например, ну, например, вам, где вам видится сам негатив и, собственно говоря, какие-то вот поручившие сведения вас, в действительности нет ничего. Но вы видите это потому, что сами не уверены в себе в каких-то моментах и из-за этого, собственно, у вас и происходит подобная реакция. То есть, вот это нужно обязательно учитывать при выборе, при формировании оценки. То, что для одного человека является оскорблением и сведениями порочившими честь и достоинство, для другого человека таковым не является. И поэтому я думаю, что именно с психологической точки зрения важно это. А если вас интересует объективная и как бы формальная экспертиза, то это скорее, наверное, больше юридический аспект. То есть, именно в процессе экспертизы в суде выясняется, были ли такие сведения или нет, и выясняется отношение человека к этим сведениям. То есть, прорабатывается объективная и субъективная стороны. И уже на стыке этих сторон, на стыке этих моментов и выясняется то, имело ли место быть преступлением. Потому что это действительно преступление, когда порочившие честь и достоинство сведений становятся объектом публичного достояния. То есть, этот момент необходимо вот именно в таком ключе, именно в таком контексте рассмотреть. А так, да, текст можно проанализировать, можно увидеть, где какие-то действия, какие-то поведенческие нормы, какие-то поведенческие модели человека выставляются в негативном ключе, и мощно будет вот именно на это, и, пожалуй, я бы сказал, только на это обратить внимание, ну, заинтересованным лицам. Вот есть факт, есть факт того, что были высказаны, были выражены какие-то негативные моменты. Считается это породящими честь и достоинства сведениями или нет, решает сам человек. То есть, грубо говоря, решает именно истец. Ну, то есть, мы говорим здесь на юридическом языке, решает именно истец. Вот как истец решит? Решит истец, что это его порочит. Ну, значит, так тому и быть. Если он это решил, то так тому и быть хорошо. Но важно понимать, что он истец это еще, к сожалению, должен доказать. Истец должен доказать, что эти сведения действительно его как-то задевают. То есть, на ответственность, на долю истца, выпадает вот эта вот самая обязанность. Обязанность по доказыванию того, что эти сведения порочат в честь и достоинства его. В честь и достоинства личности. Если доказательств будет достаточно, то тогда суд признает эти сведения таковыми и вынесет свое решение о наказании, о привлечении ответчика к ответственности. Но важно понимать, что сам факт таких сведений еще не означает того, что суд вынесет обязательно положительное решение. Вот это вот тоже нужно понимать и учитывать для того, чтобы иметь, на мой взгляд, адекватную картину реальности. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если соберетесь работать по тексту с психологом, то обязательно нужно что? Нужен сам текст, нужно заключение специалистов по тексту, то есть выделение моментов, где это есть, где есть эти моменты, связанные с порочатшими сведениями и так далее. И обязательно необходимо как-то закрепленное отношение к этим сведениям заинтересованных лиц. То есть то, как они это воспринимают. Обратная связь, субъективная реакция. Так что вы можете пригласить этих людей или после того, как анализ будет совершен, нужно, чтобы эти люди ознакомились с анализом и дали свою обратную связь. Вот это будет самым правильным решением. На этом все. Надеюсь, что еще раз был вам полезен. Желаю вам удачи, выбора хорошего эксперта, который вам поможет. И всего доброго!